Елена Филеева, вот нам интересно, какой в Грузии, в Тибелесе медицинская страховка? Какие там минусы, какие пилосы? В Грузии существует несколько видов медицинской страховки. Это есть государственная страховка, которая действует для всего населения Грузии. Есть также страховка, которую можно получить в частных страховочных компаниях. И согласно тому, какую ты сумму платишь, ты получаешь соответствующий сервис. Что касается общей страховки для населения, это есть определенный пакет платных или же наполовину оплачиваемых услуг, которые гражданин может получить в том случае, если ему требуется определенный вид помощи. Это может быть стационарная помощь, это может быть, само собой, госпитальное обслуживание. Что касается самой системы врачей, то в Грузии существует система так называемого семейного врача, с которого начинается, как бы сказать, диагностика пациента. Обращаясь к нему, пациент получает соответствующие рекомендации и уже по его рекомендациям он идет к другим врачам и при необходимости делает определенные анализы и исследования. Сам сервис семейного врача бесплатный, то есть сколько раз человек бы не обратился, его обслуживание бесплатно, а многие анализы, которые необходимо будет делать, человек оплачивает только частично. То есть частично оплачивает государство из своего бюджета. Что касается непосредственно государственного бюджета оплачиваемых операций, это тоже предусмотрена частичная страховка. Существует список определенных операций, которые могут быть на 80%, на 70%, на 60% или на 50% оплачены с бюджета государства. И, само собой, это процентное соотношение еще зависит от того, какой группе ты принадлежишь. То есть пенсионеры, дети и лица с ограниченными возможностями, инвалиды, они оплатают большим процентом, как сказать, оплачиваемость со стороны бюджета, чем, скажем, например, человек в среднем возрасте, который работает и который в состоянии оплатить больший процент необходимой суммы для операции. Что касается непосредственно частного страхования, это, само собой, человек уже по желанию обращается в страховочную компанию, выбирает тот пакет помощи, который он предпочитает. Там может быть концентрировано определенный вид исследования, определенный вид медицинских, манипуляций медицинской помощи, которая ему необходима. И, само собой, он оплачивается от своего бюджета. Кроме того, по грузинскому законодательству каждый пациент имеет право выбрать учреждение, в котором он хочет лечить или в котором он хочет проводить хирургическое вмешательство, но, само собой, с учетом тех возможностей, которые существуют у данного учреждения. По поводу тяжелой болезни, это тоже входит в страховку? Определенный вид болезней, это непосредственно заболевания онкологические, или, допустим, связанные с сахарным диабетом, или, допустим, некоторые тяжелые формы сердечных заболеваний, они, само собой, тоже входят в список оплачиваемых услуг. И уже непосредственно те медикаменты и те хирургические вмешательства, которые могут быть, понадобятся, они, в принципе, большая сумма из них оплачивается или полностью оплачивается с государственного бюджета. Но четвертая степень, например, онкологии. При этом уже доставляются определенные медикаменты и определенные лекарства, которые необходимы для палеотипного лечения. И, само собой, при сердечных заболеваниях и при других таких тяжелых заболеваниях, в списках которых существует отдельно в медицинском перечне заболеваний, существуют определенные правила помощи со стороны государства и оплачиваемость. Спасибо.